Не просто слова. В субботу первокурсники Ивановской пожарно-спасательной академии приняли присягу сотрудников Федеральной противопожарной службы. Событие это особенное для каждого из ребят. Они больше не школьники и даже не студенты, а курсанты, будущие спасатели. С этого дня им с честью предстоит носить погоны. Редко какой ВУЗ может похвастаться таким количеством комплектующих регионов. Вот сегодня, допустим, 43 субъекта Российской Федерации представлены только среди курсантов. Из 40 кадетов 23 субъекта Российской Федерации. То есть практически со всей страны к нам в Иваново, в нашу академию, спешат парни и девушки для того, чтобы получить специальность и спасать людей. Выбирая ВУЗ, а вместе с тем и будущую профессию, большинство ребят оценивали свои личностные качества. Спасатель должен быть спокоен при любых обстоятельствах, не бояться трудностей, быть сильным и выносливым. На выборы многих ребят повлияли родители. Нередко дети спасателей продолжают профессиональные династии. Но Глеб в свои 18 лет решил посвятить себя спасению людей. Осознанно и самостоятельно. Хотя не без помощи фортуны. В своем родном поселке, в Владимирской области, он спас из огня троих человек. Возно вечером возвращался домой, на улице заметил залива огня, подъехал просто посмотреть. Около дома ходила соседка, просила помощи. Я к ней подошел, спросил, есть ли кто дома. Она сказала, что есть девочка, ребенок. Я кирпичом разбил стекло, забрался внутрь, увидел девушку, девушку повел к окну. Она сказала, что еще в комнате есть ребенок. Показал на эту комнату. Я пошел в эту комнату. На кровати лежала бабушка с девочкой. Крепко спали. Девочка кричала. Глеб вынес ребенка и вывел с дома пожилую женщину. Именно в этот момент молодой человек, который планировал поступать на механика, изменил свое решение и подал документы в пожарно-спасательную академию. На груди Глеба теперь красуются две медали. За отвагу на пожаре и за спасение погибавших. Но особенным парень себя не считает. Ему предстоит учиться наравне с другими. И точно так же, как и остальным первокурсникам, оставаться в верном клятве, данной в этот день. Любовь Почерникова, Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иванова.